Друзья, здравствуйте! Поступающим Новым Годом, потому что завтра год как раз и наступит. Сегодня 29-е. В начинале мы когда-то застряли, как закончим, посмотрим. Так как не все просто, так как бардака хватает и на почте, вы это прекрасно знаете, ко мне письма идут со всей страны. И нет-нет, проскальзывает такое горькое. Поступку не нашли, сказали вот вам 600 рублей и свободны. Вот это вот нам придется сейчас разбираться. Давайте делаем так. Вначале я покажу вам посылку, которую мы уже разобрали на регинаре. И многие из вас очень-очень увлеклись этим делом. Видно меня, нет? Вот это вот. Вот это вот. Те, кто заказал груш, яблоки, семена груш, яблоки, абрикосов, слив, черешин и еще и плюспирси, которые еще едут к нам. Почему поторопились? Ну, ну, сегодня рано, а завтра поздно. Вот. Сопровождало это все тот самый, не смотрите, что там в углу делается, это переписка продолжается. Моя с другими. А мы смотрим просто на экран. Итак, значит, параллельно с посылкой было пришлось эти фотографии. Когда-то мои косточки двух сортов, Минусинский и Хасанский, попали в разные регионы. В двух десятках, в десятках укрытия прекрасные результаты. Один из них в Грязской области, в Грязском районе. Вот они, ну, сами понимаете, это только посмотреть и облизнуться. Вдруг однажды случилось чудо. Вот. Вот. Из Грязской области от Олега Медина вылетела посылка с костями Хасанского и Минусинского перчика. Скажите, почему я повторяюсь? Ну, посылка пока числится среди задержанных. А может, потом и объявят ее потеря. Медина выросил плоды этих перчиках на деревьях, выросших из моих костич. Моих. Я их и продам от его имени всей Садовой России по 100 рублей. За штуку. Ну, если каждый из нас получит по полтиннику и там несколько сотен. Поверьте, для многих эта сумма, это карманные деньги. Так. Вот. Они не все. Он высылает часть. Отсюда. Все было прекрасно. Почему? Объясняю. Выслали. Сейчас мы туда перейдем. Внимание. Вот. 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 Как мы в таких случаях действуем? Сейчас скажу. Мы берем и набираем. Это как бы из одного учеба. Отслеживание посылок. Отслеживание почтовых отправлений. Давайте смотреть. У меня вот здесь вот трек номер, который мне прислал Олег Олег Олегович. И на наши две больные головы, которые сейчас болят, он послал самой скорой почте к Курецкой службе ЕМС. И результат получился такой. Внимание. Обратите внимание. Выслал 18-го. А она и сейчас, сегодня, 29-го числится в Брянске. Ну, а дальше началось футбол. Я к нашим девчонкам говорю. Где посылка? Не пришла. Время-то прошло. Уже была. Могла прийти. Можно было ее уже обратно в Брянск. А потом еще раз прислать ко мне. И все равно бы. Тиража бы обернулась. Ну. Где 18-ая, сегодня 29-ая. Ну, получилось так. Значит, где она может быть? Вот. Москва, говорит. Она в Москве застряла. Вот. Нет, не так. Брянск, говорит. Брянск. Дозвонился. В Москве застряла. И потом начался футбол. Вот. А вы идите, пишите заявление. Обставляйте рукописное заявление, чем это кончится. А счет пошел на дни. Сейчас я объясню, почему. Я вам только косточки показал. Вот. Жур уже два десятка этих заказов принял. Они небольшие. Самые маленькие. Три косточки. Самые крупные. Три косточки. Казалось бы, не так уж и много. А все равно жалко. А если деньги возвращать придется. И каждый согласится на замену на абрикосы, сливы. И получается следующее. Значит. Вот. При этой ситуации. Был один разговор. Последний из них я оглашу прямо тут. Почему? Это и мое оправдание. Мы же хотели как лучше. Мы хотели с Олегом Олеговичем больше заплатить дороже. Но чтобы дошло за 3-4 дня. Ага. До сих пор. Ладно бы ей сказали. Да, в Москве. Вот сейчас она. Нет. Нет. Не получилось. Должна была прийти. Вот. 24-го. 24-го. Ну ладно. 25-го. Хорошо. 26-го. 27-го. Нет. Согласны. 30-го. Согласны. Да еще и 30-го согласны. Косточки не портятся. Вот. Но тут все. Все. Весь этот цирк впереди. Как нас футболили. Мизинова не выдержал Олег. Наш волшебник. Вот с этими вот косточками. Не выдержал. Сказал. Я проклинаю это ЕМС. Ладно бы они разговаривали бы с нами. Каждый оператор подключался через 10 минут. Через 40 минут. Чаще одна дебильная музыка. Моя помощница сказала так. Наверное специальная музыка. Чтобы люди не выдерживают вот этот вот ужас. Вот этот вот самый. Музыка. Которая хуже похоронной. Чтобы отключиться. Я выдержал 10 минут. 15. Отключался. Кошмар продолжался до сегодня. Сегодня дозвонился. Вот. И вы сейчас это услышите. Но перед этим я еще не все сказал. Ребята. Посылка застряла. А в ней черенки. Абрикосов. Которые. А вот эти вот они. И в тепле лежат. Все лето. Ничего не делается. И до посадки могут лежать. Ничего не будет. Да. Я учу хранить в холодильнике. Но это как. Контрольная мера. А в крайнем случае. Это есть еще и способы хранения. Даже при комнатной температуре. То есть. То что в посылке. За это я не страдаю. Черенки. Плодов. Если у меня самые крупные плоды. Я держал. У себя в саду. И вообще. Я не знал. Что где-то еще крупнее. Могут быть в России. В России. Подчеркиваю. Вот. 120 грамм. А мне идут черенки. Из деревьев. Которые. 150 грамм. Вы представляете. И вот уже целую неделю. Я на валюте. Из-за этих черенков. Из-за этих. Ведь они не будут вечно. Где-то через 2-3 недели. Задержки такие были. Приходили нормально. А если месяц. И вот она мне. Услышите своими выговорителями. Срок рассмотрения. Месяц. Ну рассмотрели. А потом что. Выбросить черенки. А кто их знает на тоящее цене. Знаешь что такое слово. Бесценное. Бесценное. Это значит они говорят. 0 рублей. Или миллион рублей. Ну скорее миллион. А они же скажут. Мы вам должны. Вы платим 500 рублей. 600 рублей. Все. До свидания. Итак. Мы сейчас переходим. В третьей части нашего разговора. Это значит. Это значит. Мы идем сюда. Мы находим. Сегодня то что я взял и скопировал на Яндекс диск. Вот он Яндекс диск. Ну что. Будем слушать. А. Я знаете что не посмотрел. Еще момент. Я не посмотрел. Запись то идет. Надо же идет. Давайте. И вот это вот станет профиозом. После чего я еще раз прокляну эту службу. Нет. Не это. Не за. Это самое. Не за то что у них проблемы есть на работе. За то как они работают. С людьми работают. С людьми работают. Ну вот это ждать ответ от специалистов. Возможно данное обращение рассмотрят намного ранее. Обращение я от вас приняла. Будем надеяться что информация поменяется с этим в ближайшее время. Сейчас очень большая загруженность. И вот возможно задержки связаны именно с этим. Мои извинения. Мои извинения. Я очень. Я не догадался все эти переговоры записать. Я всего три секунды назад включил этот. Ну мозг не хватило. Значит. Да дальше уже все буду записывать. Если не получу конкретного ответа. Еще раз говорю. Полтора миллиона подписчиков. Мы все обмениваемся косточками, черенками, саженцами. Мы полтора миллиона. Вы представляете что будет когда этот. Этот Олег Олегович. Он злобный как это. Я эту МС. Я эту МС. Да я эту. Да почему я к нему сунулся. Портится все. Портится. То чего не имеет вообще аналога на всей планете. Он же собирался за три дня дослать. Максимум в холодильнике неделя полторы. И все. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Но будем надеяться что информация в ближайшее время поменяется. Постарайтесь как то сказать. Караул это особый случай. Вы потеряете тысячи клиентов. Я вам обещаю. Меня и так подставила почта с Украины. Украина прислала обратно мои книги. По сотню штук. Вот. Деньги пришлось вернуть. А почта сказала я виноват. Хотя там было написано что это некорректное управление документов. Это второй случай. Уже дальше нет. С нее нервы не удерживают. Я вас понимаю. Потерять такие деньги. Только приеме данного заявления на розыск. Любой командир. Поднимите тревогу. Скажите особый случай. Я передал отрубывание сообщения. Потери будут огромные. Если я это увижу. Отпрою посылку. Увижу испорченные эти. Сереги и эти самые. Косточки персиков. Вот. Извините. Последние 8 минут я записал. Да. Дополнительные вопросы какие-то у вас оставить. Наши разговоры должны все написывать. Я не знаю что в таких случаях бывает. Мне не нужны. А этот меня. Еще один товарищ. Мы же все это. Друг другом переобинились. Вот. Ему вот в таком случае пообещали. Как он написал эти. 600 рублей выплатить. И пошел нахрен. Вот все что он добился. А я не так. Так. Я попрошу всем разослать. Что ЕМС не заслуживает доверия. Ведь я же не сегодня и не сейчас обратился. Это комитет неделю продолжается. Олег звонит. Ему все нервы водили. Мне. Почему молчите. Почему трудно. Вот взял. Открыл этот сайт. Увидел. Что уже несколько дней нет информации. Ну так. Возьмите. Зачем у меня библии эти. Заявления нужны. Зачем все это надо. Перед вами женщина. Час. Баша. Всего лишь сейчас надо. Час. Мотала нервы. И ничего не сделала. Обращайтесь. 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 Куда. Обращаясь туда. Они говорят. Обращайтесь на горячую линию. Туда. Нет. Обращайтесь на горячую линию. Вот мой голос записан. Вот этот вот крик души. Все. Вот это. Я до тех пор нормальный был разговор. Я не записывал. Но это услышат полтора миллиона всех. И про ЕМС. Которая потеряла доверие. Это называется курьерская служба. 18 числа отправили. Уже до Нового года точно не найдут. А тут еще месяц ждите ответа. Для чего она нужна служба? Для чего деньги платят? Все. Я отключаюсь. Вот. Если бы я вот так не начал бы кричать. У меня точно фаргул бы. Не перешивайте. Пожалуйста. Я сейчас сделала вот это. У меня есть силы на линии. Будем надеяться, что ответ вам предоставлено много ранее. И информация поменяется в системе. Спасибо за звонок. Хорошего дня. Все. Если вы неправильно записали электронный номер. Попробуйте со мной связь. Связь наладить. И как-то проверить этот номер. Я уже все сохранила. Я ничего сейчас проверить не смогу. Ладно. Все. Давайте тогда. Извините, что перед Новым годом мы так поговорили. Мне саму стыдно. Но если промолчу, значит считайте, что у меня инфаркт заработанный. Знали бы, что это такое. Пески, которые не замерзают у Мельзиного в Москве. Все. Это я просто... Вот как говорит моя помощница. Вам это не интересно. До свидания.